Всем привет! Новое видео на канале и сегодня я вам расскажу о моих новых ТВС наушниках. Давайте начинать! Поехали! Итак, самое интересное, что это у нас распаковочка. Есть много видео на YouTube и не только в сети гуляет, где данная моделька представлена в белом цвете. А здесь у нас полночный черный и на русском YouTube очень мало именно демонстраций, как они выглядят в черном исполнении. Чем примечательны и чем отличаются эти наушники от миллионов тех, которые есть на полках в магазинах? Ну, начнем с того, что здесь очень гуманная цена, до 4000 рублей при нынешнем курсе и при нынешних реалиях. Это очень хорошо. Качественный микрофон и качественный динамик 12-миллиметровый. И, соответственно, большое количество часов работы от заряда и с помощью кейса, как пишет нам производитель, до 28 часов. Высокое качество. Давайте посмотрим, что у нас в комплекте и как это все дело подключается. Мне очень интересно, работает ли с приложением. Вроде как, поговаривают, не работает, особенно если у вас iPhone. Аккуратненько открываем коробочку. Все у нас было в заводском блистере. И перед нами наушники. Наушники у нас, смотрите, матово-черные. Действительно, очень интересная расцветка. А наушники лежат отдельно. Кейс отдельно. Я думаю, что здесь еще есть у нас документация и кабель. Кабель тоже черного цвета, в том небольшой по размеру. И здесь у нас еще есть инструкция. Друзья, в наш век сейчас все, что недорого и качественно, ценится. Поэтому Honor Choice Airbus X, я думаю, зайдут или уже зашли многим. Единственное, у самой же компании Honor есть несколько моделей, которые отличаются небольшим количеством по цене вверх. При этом уже активное шумоподавление и так далее. Может быть, когда-нибудь я протестирую и другие модели наушников от компании Honor. Давайте посмотрим на сам кейсик и непосредственно на сами наушники. Вот так вот кейс выглядит в заводской пленке. Здесь у нас, опять же, очень большой акцент на то, что до 28 часов это все дело работает в паре с кейсом. Кейс у нас матовый. Как я понимаю, я видел на видео и на фотографиях в белой расцветке. Это все глянец. Матовый цвет мне нравится больше. На самом деле, действительно, прикольно выглядит. И давайте посмотрим на сами наушники. Для того, чтобы наушники начали работать, их необходимо вставить в кейс. И, соответственно, закрыть крышку, открыть крышку. И наушники активируются. Здесь у нас сам наушник, он выполнен в глянце. Вся остальная часть в матовой расцветке. Также присутствуют сенсорные управлялки. Я, как понимаю, можно управлять с помощью тапов на касание, точнее, да. Ну, тапы касания одно и то же на эту область наушника. Ну, и выглядят они следующим образом. По величине чуть меньше наушников от компании Apple. Но при этом немножко другой конструктив ножки и самого динамика. Здесь у нас сеточка. И непосредственно здесь у нас микрофоны и остальные внутренние моменты. Здесь магниты для крепления в кейсе. И непосредственно, я как понимаю, отверстие под микрофон. Давайте все это дело положим сейчас в кейс. И я вам продемонстрирую, как они выглядят вместе с кейсом. Вот наклеечка здесь наклеена прямо на кейсе. Очень легкий кейс, без наушников. Но весь кейс там буквально несколько грамм. По зарядочке это Type-C. Кнопка, как я понимаю, управления, скидывания на заводские. Сам кейс открывается. И при этом, да, друзья, у него нет никакой фиксации. То есть, если вы открыли, он автоматически, точнее, даже не автоматически, у него нет рычага. Опа! Нет фиксатора на открытие. То есть, открыл и держится. В принципе, в этом вопросе, наверное, не совсем будет удобно открывать и снимать наушники. Но опять же, вспоминаем цену этих наушников и понимаем, что все хорошо. До 4000 рублей, какой бы кейс ни был, это не какая-то подделка, не какая-то реплика. Это оригинальные наушники. Поэтому, в принципе, сборка более чем нормальная, скажем так. После того, как мы поместили наушники в сам кейс, здесь у нас загорается синий индикатор. До этого он был красным. Вот так вот они открываются. И вот так вот это все смотрится внутри кейса. Ну, прикольно. Еще черный, знаете, была мода, как только вышли AirPods первого поколения, оригинальные. Много было кастома, когда их именно красили. Мастерские непосредственно по молдингу наушников. Прям в любой цвет можно было покрасить, в любую расцветку. И популярная услуга была покраска AirPods в черный цвет. Здесь ничего красить не надо. Все с завода покрасили до вас и для вас. И выглядеть это следующим образом. Ну, мне кажется, визуал очень-очень интересный. Давайте я сейчас подключу к телефону. Я пользуюсь сейчас iPhone. Поэтому, в принципе, будет объективная оценка качества звучания данной марки наушников, данной модели с помощью продукции от компании Apple. Итак, друзья, несколько минут я послушал данные наушнички. Ну, что я могу сказать. Качество обусловлено ценой и оно превышает данный ценник. Очень хорошо чувствуются низкие частоты, на хорошем уровне средние. И, соответственно, хотелось бы немножко лучше верха. Но дело здесь все в том, что вы платите 3 с лишним тысячи рублей и получаете отличное качество за эти деньги. И на самом деле, все то, что я услышал в данных наушниках, у них есть минусы. Во-первых, нет автоматической постановки трека на паузу при снятии наушника. То есть, здесь нет датчиков обнаружения того, что наушник находится в ухе. Но все это меркнет по тому качеству звука, который я получил. Я послушал несколько композиций разной направленности. И рок, как вы понимаете, скорее всего, тяжелый рок. И поп-музыку, которую слушают большинство пользователей и покупателей данного вида наушников. И я остался доволен. За 4 тысячи даже, за 3 с лишним тысячи рублей это более чем достойный вариант. Наушники очень легко подключились у меня к айфону. Естественно, они не будут отображать никакую анимацию. Они не будут отображать внутренние настройки наушников. Я думаю, с андроидами тоже. Но я сейчас дополнительно это дело протестирую. Если что-либо обнаружить, то, скорее всего, либо вы уже увидели, либо увидите это в видеоряде, который вы сейчас смотрите. Так что вот так вот выглядят Honor Choice Earbuds X в черном исполнении. Офигенно красивые наушники за 4 с лишним тысячи рублей. У них хороший качественный звук. И вы получаете больше, чем вы заплатили. По качеству микрофонов, опять же, либо вставочка была, либо будет в конце. Запись на диктофон айфона. Ну, на самом деле, чуть, наверное, ниже среднего, или средний уровень для меня. Но, опять же, смотрите, я сейчас пользуюсь репликами AirPods 2, которые с хорошим качественным аудиочипом. И эти наушники звучат громче. Эти наушники по микрофону работают четче. И я думаю, что я, скорее всего, буду пользоваться этими наушниками. А их минусы, коих здесь, в принципе, наверное, достаточно количества, от вот этой вот крышки, которая вызывает какие-то вопросы, потому что не совсем, наверное, удобно в каждый день, в каждый раз доставать, потому что она будет просто автоматически закрываться. Она прям, ну, прям хочет закрыться, и у нее нет фиксатора открытия. До тех нюансов, которые я объяснил по микрофону, и тех нюансов, которые я объяснил по автообнаружению уха, и не ставится все это дело на паузу. Но это не реплика, это оригинал, и, конечно же, выбор остается за вами. Все полезные ссылки будут в описании. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если видео оказалось полезным. Honor Choice Earbuds X в черном исполнении. Полночный черный. Всего доброго. Пока-пока.